Ну, про эту фотографию что я скажу? Это те самые. Как-то получилось, что я отдельно рассказал, а фотография оказалась тут. Но лишний раз подтверждаю. Вот из этих пузырьков всплывают часть. Их выбрасывают. Освободите от пузырьков вначале, а потом смотрите, всплыли или нет. Всплыли, выбрасывайте. Но без пузырьков. Пузырьки дают плоруси. Вот еще на третий год. Вот такая схожесть. Это по слову. Так, теперь вот эту фотографию еще раз показываю. Кажется, Мезинова. Хотя практически такая же у нашего друга украинского. У Валерия Александровича такая же, я уже начинаю путаться, такая же фотография у Макарова и примерно такая же фотография, вот Галка не держит, ну короче в Машкирии. Вот. И теперь я пишу. Проклятие над персиками. Ребята, учеба. Обратите внимание. Обратите внимание. Вы по-крайски умеете читать? Это я по памяти. Почему? Лет восемь назад и когда я уже был, как говорится, даже более знаменитым, чем сейчас. То поколение, которое меня знало, оно просто уходит. Знаете куда? В райский сад. Вот. И вот я получил письмо и фотографию. У меня избирательная память. Помню все. Где-то в аналах, как говорится, есть. Но это надо лезть опять в архив. Итак, на фотографии мощный персик, который, вот это считается большой урожай, правильно? Вот. А там вот такие вот персики, вот такие вот грамм по 200. На одном дереве висело 176 килограмм. Вы вдумайтесь. Вот. А она прислала фотографии, пока они еще не были сняты и не были еще взвешены. Львовская область. Кстати, у меня паспорт Львовская область. Так? Вот. Землячка. Я уже из-за этого ее запомнил. Звали ее Дана. Видите, фамилию, я фамилию помню. Не особенная какая-то фамилия. Такая, ну, сами знаете, в наше время называть фамилию, я что, это самое? Предатель. Вот. И что она мне написала? Я по памяти верну украинский язык. Украинский язык. По памяти. Пане Валерию, якшо я не ведрежу нижней скалетной гилки, мне пальчик загыне. Перевожу на русский. Если я не отрежу нижние скелетные ветки, мой персик погибнет. Вот это было. И в нижней скелетной ветке. Я растерялся. Дело в том, что персики бывают. Я вынужден объяснить это. Я выбрал. Почему эту фотографию, друзья? Ну, скорее всего, она Олега Олеговича Мизинова. Ну, если даже она не его, а Макарова или мукраинского друга Валерия Александровича, видите, тоже фамилии не называют. Так вот, они примерно все одинаковые. Они все три не искалечены. У всех три и плюс Башкирия. У четверых примерно такие же. Возраст 4-5 лет. У каждого сениц. У каждого сениц, подчеркиваю. Вот такое урожай. Плоды 40-50 грамм. Так. Ну, блин, и до 100 грамм. Но это уже деталь. Слушайте дальше. Значит. Не отрезана ни одна ветка. Это для нас. А мне позвонил человек там, где намного теплее. И я там жил. Я это... Мое детство прошло рядом. Вот. Уже не в этой, а в самой Волынской области. Я помню, нормальная зима была. Начиналась она всегда в декабре, выпадал снег. До марта он лежал. И зимы были нормальные. Никаких тебе отепель. Это были золотые времена. И сады там были прекрасные. И никто не это самое, не калечил эти сады. Это потом уже наша, так сказать, советская печать извращенная научила убивать деревья. И вот люди вот эти, это мои ученики или мои друзья. Они все ученики. Или мои, как бы я сказать, соратники. Вот. Вот так. И я стал, я подробно объясняю, встаньте на место. Что ей сказать? Ей, да она, она в растерянности. И авторитет российский. Но тогда не было практически деления на Россию, Украину. Паня Валерьевич, что вы на работе? Говорит, или загины, и все говорят, или режь. Или режь, или это. Здесь резать нельзя. Это вы уже знаете прекрасно. Вот тогда точно загины. Я хочу вот тут резать. Вот тут уже точно загины. А там, что такое взрослый дерево с такими персиками? Во-первых, оно товарное. Думаться, и чтобы у меня хоть раз в жизни в 170 килограмм было на дереве. Не мысли бы на персике. А там, да. И вот когда отрезают ветки, поддерживается вот это вот. А это товарность. И там все-таки немножко потеплее. Потеплее. Почему? Ну, даже не немножко. Значит, может быть, отрезанные скелетные ветки дадут товарные плоды. И в то же время не уничтожат дерево. Часть веток отрезается, остальные крупнее. А какие отрезать? Ниже скелетные ветки, даже здесь заметьте, на них плодов меньше. Они в первую очередь перестают плодоносить. Видите? Я же ничего не выдавал. Я же не рисовал это, как те самые сайты подлые. Я же не рисовал. И вот попробуйте мне дать ей совет. Она ждет от меня. Я же железу. Сейчас я скажу резать. Она отрежет. Скажу не резать, не резать. А если у нее 30 градусов зимой, она просто возьмет урожай сумасшедший. Невиданный. Он же может просто умереть, надорваться. И такое бывает. И я буду виноват. Ну, вы знаете, железу. Я сказал не резать. А дальше все. Дальше я не знаю, что было. Живо. Может, она сейчас жива. Вот. Видит в это дерево с огромным урожаем. Такие вот плодами. Ё-моё. Ну, вы что, поняли? Стали на мое место. Попробуй. Такая ответственность на мне. А вот это, да. Это я еще. Юрий Владимир Владимирович, брат мой родной, железом. Все началось с этой. Посмотрите еще раз. Давайте вот сюда глянем. Вот. А там в другом месте есть вопрос, который жизнь задала. Огород 6, 7 лет. Не плодоносит. Кстати, видите, уже засветать собралась. Цветы, цветы, цветы. Не плодоносит. Что мне делать? Может, я заглубила. Пишет она. Вот. Ну, кстати, видите, ни одной травинки. Дерево голодает. Вы знаете, когда дерево голодает, вы думаете, она сейчас разбежалась в плодоноси. Она знает, что кормить нечего. Вот даже вот этого, как люди. Если не докармливать, растет слабый, болезненный ребенок. Кто этого не знает? И дерево также. Покажите мне хоть одну травинку. Вот одна есть. Три даже. Вот. Но самое страшное, когда было приказано вот эту отрезать, что слева. Причем рана получается больше, чем диаметр основного штамба. Дикая, страшная рана. При том, что отрезать вот эту, вот эту и вот эту. Вид с другой стороны. Внимание. Представляете, когда вот это. Ведь это на полном серьезе. А потом была вспышка ненависти. Выпустить себя из железа ко всей семье. Ко мне уже к моему сыну придрались. Вот. Это самое. Ну и так далее. Вот это было. Вот. И мне кажется, что вот здесь та же самая кроется вот это. Ну, если человек, россиян, к тебе обратился и сказал. Как мне делать? Вот мне надо, чтобы они заплодоносили. Семь лет. А она привита и не плодоносит. Ей осталось-то ждать там всего-то. Смотрите. Несколько месяцев и она уже плодоносит. Но приказано у каждого дерева, независимо от того, оно имеет в виду сеянца. Или при... А здесь было четко сказано привитое. А у привитого дерева штамба генетически нет и быть не может. И вот эта дикая вещь, когда приказано на каждом дереве сделать штамб от 50 до 90 сантиметров. Это классика. Это проходят. Это преподаватели преподают в вузах. Не подозревая даже о том, что у дерева привитого нету штамба. Нету. Нету. Быть не может. Ну, нету. Это же веточка была взята, боковая. Одна из сотен, одна из тысяч. Вот. Вот такая история. А я почему? Я все это... И вот именно школа была одна и та же. Почему? Потому что эти выпускникицы ничего не закончили. Эти темирезовку. Не сегодня. Одна кандидат наук. Это сколько времени прошло? Вот. И такие же точно ей внушали, этой женщине, которой жалко было резать, и она знает, что железо противник обрезки. Ну, пожалуйста, скажите, неужели погибнет, если я нижние ветки не отрежу? Ведь сегодня 21 век, сегодня 23 год. Сегодня февраль, 22. Когда же это все изменится-то, а? Вот это. Это звериная технология. Когда? Вот. Ну, я убил вот этот перчик, да, с ними руками. Видишь, сколько хороших веточек? Я резал, 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 зарабатывал деньги, он взял у меня уголок. Он потом от корней опять пошел, он опять подоносит. Но дело в том, что несколько лет, извините, я любовался, вот на такой пень. Это было. Вот. Но необходимость приросты последнего года. Не всегда погибают. Но вот это, не так бог с перчиком это учудить. Представляете, вот это? И вы думаете, Макар, вы думаете, Мезин, вы думаете, этот самый, еще десяток фамилий, у кого они растут. Прекрасно растут. Станут вот это выполнять. Прекрасно растут. Продолжение следует...